Ледяной дождь, прошедший прошлой зимой, многому научил подмоскованных энергетиков. Сотни километров ЛЭП оказались не готовы к природной стихии. В этой связи руководством МАЭСК было принято решение о выделении дополнительных средств для проведения масштабных работ по расчистке просек ЛЭП от деревьев и кустарников. Согласно действующим нормам, ЛЭП напряжением 6-10 кВт имеют охранные зоны 10 метров. Их и расчищают сегодня энергетики. Наиболее пострадали из-за ледяного дождя Куликовское, Большерогачевское и Яковское сельские поселения. Ежедневно на этих направлениях работают 5-6 аварийных бригад, оснащенных бензопилами и автовышками. Наиболее активно работали энергетики в летний период, используя максимальное количество световых часов. В связи с прошедшим, настигшим Дмитровский район ледяным дождем, у нас было увеличено финансирование со стороны МАЭСК. И в настоящее время заменено полностью на СИП 87 километров. Дополнительно расчищено 97 гектар леса. В следующий год запланировано 54 километра замены провода на самый несущий изолированный. И порядка 70 гектар дополнительно расчистить. С начала этого года энергетики Дмитровского РЭС вместе с коллегами из соседних районов расчистили просеки ЛЭП на площади 98 гектаров и заменили 87 километров старых проводов на современные СИП. На следующий год запланирована расчистка на площади 90 гектаров и замена 54 километров проводов. На случай ледяного дождя и аварийных отключений в полной готовности находятся 4 передвижных дизель-генератора Дмитровского РЭС и еще 21 генератор северных сетей МЭСК. Это регламентные работы, они действительно необходимы для улучшения качества электроснабжения. Мы еще раз повторно просим у жителей прощения за ту ноябрьскую ситуацию прошлого года и просим их еще немного потерпеть в этом году. Работы осталось не так и много, но работы не останавливаются, работы по расчистке продолжаются. Все спиленные ветви и сущие измельчаются мульчерами, а стволы вывозятся и сдаются в Дмитровский филиал Мособллеса. На работах по расчистке и замене проводов ежедневно задействовано 25-30 человек. Это специалисты высокого класса, которые имеют все допуски к работам. Профилактические работы будут продолжаться до тех пор, пока в поселениях не будет наведен полный порядок. Итогом работ станут масштабные учения с участием энергетиков северных сетей МЭСК, которые пройдут в ноябре этого года. За ними будет наблюдать губернатор Московской области.